В праздник Святой Троицы храмы принято украшать ветвями берёзы и свежей травой. Летняя зелень – символ жизни для всех верующих. А ещё напоминание о роще Мамри, где Святая Троица явилась Аврааму. Сегодня этот день считают днём рождения церкви. Сегодняшний праздник есть не только веха в череде исторической жизни человечества, но это и надвселенское событие, в котором сам Господь Бог во Святой Троице Сущей приходит в этот мир, чтобы вновь и вновь восполнить тот дар благодати, тот свет истины, ту любовь, которой наполнен человеческий мир, обращённый к Богу. В прошлые годы церкви на Троицу собирали сотни православных христиан. На этот раз богослужение прошло без прихожан. В храме о помощи и прощении у Бога просили только священнослужители и сотрудники собора. В пандемию верующие предпочли молиться дома. Всех поздравляю с праздником, призываю нести любовь, милосердие, сострадание всем тем, кто в этом нуждается. Ну и, конечно же, призываю Божью милость, чтобы Он хранил нас всех от тех особых, конечно, испытаний, в которые мы с вами пребываем сейчас. И я надеюсь, что общими усилиями, молитвой, милостью Божией мы всё это преодолеем. Ещё одно название праздника — Пятидесятница, и отмечается он на 50-й день после Пасхи. Верующие вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов в Иерусалиме. Как считают христиане, этот дар был послан для того, чтобы человек вновь обратился к своей духовной жизни и наполнял сердце любовью и светом истины. Ирина Пятина, Денис Ноздрюхин. Народные новости.